В минувшее воскресенье отмечался Всемирный День Продовольствия. В канун праздника в Высокопетровском монастыре Москвы благотворительный фонд продовольствия «Русь» организовал добровольческую акцию по фасовке народных обедов для нуждающихся. Наш корреспондент Эльвира Гордеева побывала в Святой Обители и познакомилась с участниками акции. В течение двух часов расфасовывать крупы, макароны и каши по продуктовым наборам. Задача не сложная, а цель благородная. Здесь этим занимается группа добровольцев. Люди, откликнувшиеся на призыв фонда через группу ВКонтакте, в выходной день прийти в монастырь и оказать посильную помощь в деле милосердия. Потрудиться на этот раз собрались около 20 волонтеров. Этот проект возник более пяти лет назад, именно тогда, когда организовался наш фонд. И сейчас на еженедельной основе 15 цехов фасовки, вот подобных этому существует при епархиях по всей стране. Продукты для фасовки фонд продовольствия «Русь» закупает на пожертвования неравнодушных граждан и компаний. Например, в прошлом году, благодаря масштабному сбору пожертвований в ресторанах быстрого питания по всей стране, были собраны средства на закупку годового запаса продуктов для нуждающихся. Сегодня мы фасуем пять видов круп. Это рис, гречка, геркулес, макароны и горох. Все это по 500 грамм. Каждую, все эти пять видов круп мы раскладываем потом в пакет. Соответственно, семья получает в одном пакете пять видов круп. Также иногда мы дополняем эти пакеты маслом, тушенкой и чаем. В канун Всемирного дня продовольствия волонтеры собрали около 120 пакетов с сухими продуктовыми наборами для малообеспеченных. По заявке они будут направлены в Марфо-Мариинскую обители Милосердия и в Московский храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках.